Я художник, руководитель, продюсер и автор уважаемого человека, который, мы его знаем как Аркадия Северна, и вот уже нет Аркадия Северна, но есть Трудольф Фокс, это Эппо Баберя. Браво! Трудольф Фокс! Северна, это, так сказать, было мое начало, потому что я работал с массой других, в Штатах, например, у меня был, наоборот, Валерий Южный, тоже известный человек по фамилии Пресман. Дальше, был у меня Виктор Слесарев, которого мы выпустили в противовес Виле Токареву, значит, еще нескольких человек, американские ансамбли были, так что есть о чем спорить. А сейчас я вам хочу встретить еще одну одесскую песню, которая называется «Одесская свадьба». Может, вы ее знаете, а может, нет. Вступление, допустим. Мы на занятия, куплеты. Ну, слава богу, вы хлопать! Ну, слава богу, вы хлопите! Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Санкт-Петербург, очень приятно сидеть. Мы будем без тебя. Мало того, когда из Буржманенского фотография, это я снимал. Что ж, наш, это ж был Китай. Переживал страшно, кстати. Говорит, ты ж ты ж ты ж. Но я моляк был в десанте, говорит, ты ж ты ты ж ты ж ж ты ж ж. Иди, ты ж бра! А че думал? Буржманенский, но все. Сто здесь все вместе. А, нет, а, о, о! Вот, вот сейчас коллеге слово, смотрите. Вот фотография, вот самый крайний я, самый молодой. С той, самый крайний. Буржманенский, бывший начальник, сейчас я на начале, поработаю. Сбоку, в центре, стоит Михаил Михаил Жваненский, а тот чей красный. Вон он сидит по центру. Сейчас с вас тост, и мы продолжим. Вот. Передайте, пожалуйста, микрофон. Вот. Это Одесский институт инженера морского флота. Это большая часть тех людей, кто сюда приехали. Это наши учителя, это те, на которых мы смотрим. Это те, которые формировали совместную морскую эксплуатационную культуру. Вот это бородатые, это уже тоже ученики, а я ученик. Какой из них? Их двое бородатых. Черники бороды, а ли белые бороды? Белые. Обоих считай. Белые бороды. Давай, все, дай мне сказать. Дай мне сказать. Что я могу сказать? Ближе к просто уроку. Это я. Это я. Очень тронутый вечер. Тронутый вечер. Но, что я вам еще раз. Да, мы все учились в этом альбоматер. Если кто-то знает, у нас каждый год мы собираемся в разных городах Прибалтики, выпускники нашего секунда. Мы собираемся до 600 человек с различных городов со всего мира. Это был единственный институт, который распределял нас по всему Советскому Союзу. И как сказал один из выпускников, спасибо царскому правительству, что нам продвинули Алиасову. Но, Михаил Михайлович, перевел наш институт в последующее. ОИИНФ – это общество идиотов, ищущих морскую форму. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поэтому мы вот идиоты до сих пор ищем эту форму. И в основном форму общения. Поэтому давайте еще раз пообщаемся и выпьем за... за Одессу. АПЛОДИСМЕНТЫ Один короткий вопрос. Александр Николаевич? Да. Александр Николаевич, я понял, что все места президентов, заместителей, директоров зданий... Это где? В стране, в клубе, в Бакаровке. А у вас нет должности особо чем носить при апарт-организации? У нас... Начнем с создания апарт-организации. Пишите попозже. Если что вспомните. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас найду. Вы еще должны полгода вы написать. Я знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один для вас маленький. Уважаемый товарищ. У нас в клубе есть одно хорошее правило. Значит, в свое время у нас танцевали... Танцевали в 7.40 армяне с азербайджанцами. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь место, где заканчиваются верхние конфликты. И смогут поссориться два человека. Но никогда в этом месте мы не говорим о политике, потому что понимаем, государство ссорится и мирится. Была 100-летняя война, была 30-летняя война, была 7-летняя война, были две великих войны, и обе великих войны Россия воевала с Германией, обе войны как бы победила, а сейчас дружат, и все хорошо, и русско-японские были, и победители дружат. Эти люди всегда договорятся, это нас никого не касается, мы те, кто мы есть, и если кто-то, идиот какой-то, с другой стороны, начнет что-то говорить, я не могу изменить свой национальности, я, оказывается, уже могу изменить свой пол, я не могу изменить свой возраст, я не могу изменить свою расу, но и те, кто мы есть. Это место, я всегда говорил, ребята, вот Адама Козлевича окучили пару ксензов, а у нас 6-10 минут присутствует, а зал на бит, это говорит о том, что победила, что здесь висит он больше не коренных, чем коренных, это значит мы вас завербанали. Хорошее смыслово, хорошее смыслово, дух, аура, отношение к жизни, отношение к людям, к искусству, к себе самому. Ну что же у нас впереди сложная песня, поэтому мне надо немножко разбить пальцы, за рисочком. Слушать, стоя! Не надо стоять. А стоял у Яры с настрелами, держал в руке нога, как вдруг ко мне подходит незнакомый мне, короче, там. А у нас, говорит, в Марселе, такие кабаки, такие там ликеры, такие хорошее. А там девочки танцуют в голой, гидарный букс в полях, в лакеи носят вины там, а воры носят франк. Потом до стола, он кричичит, открыл свой чемодан, там были деньги, франки и жемчуга с нога. А поздно ты, говори, деньги и жемчуга с нога, замен лишь мне отдайте советского француза. А с его днях Марина забралась на совет, и там мы помещили ему остатки. Бои из Маритого Сутика забрали чудо, забрали деньги в браке и жемчуга с нога. Мы знали того прайера, войскам от КВД, с тех пор его по тюрьмам я не встречал меня. А нам было степень жар, жал руки прокурор, потом нас посадили усилили надзор. А сидим мы в темной камере, имея одну цирк, ах, как бы нам добраться, тот садом не ворсит. А там девочки танцуют голые, видами в сапарах, лаки и посадили над аморой. Музыка 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 В оркестре играет Гитара со скрипкой Шумит полупьяной Ночной ресторан Так что же ты смотрит С печальной лыбой И падает сон Шампанский бокал Так что же ты смотрит С печальной лыбой И падает слюн Шампанский бокал Любил я когда-то Цыганские пляски И в двору гниты У вики хранил Но время прошло Пролетело как сказки И ухты из ласки Без ласки твоей Но время прошло Пролетело как сказки И ухты из ласки Без ласки твоей И ухты из ласки Ну а куда я Девья Я черный рот Эмболемы печали В тот памятный вечер Тебе преподнес Мы оба съели Мы оба получали Нам плакать хотелось Но не было слез Мы оба съели Мы оба молчали Нам плакать хотелось Но не было слез Ах, как бы хотелось Начать все сначала Забыть все, что было Все снова начало Слезою залиться Забыть твои очи Весь кучей любви Твои слова Слезою залиться Забыть твои очи Держи Держи Слезь Держи 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Это 나오는 гонадцев. Этот дядя его звали Йозей. Такое имя довольно оригинальное. И он действительно любил вставлять ногу. И очень радовался, когда на неё наступали. Ну как я имею ввиду... Не так радовался, как все радуются, в отрицательности радовался. И вот пришел написать во этот первый куплет. Именно о нем. Какogo затlasting постелена Симон. А теперь нам еще этот припев «С добрым утром, дядя Хай» — это старый припев «Неповский приемный ремён», который пела ещё моя мама, Придуня Миновна, и я запомнил её текст и решила ввести в эту песню. Так вот, я для Аркадия Северного написал вот эту вот песню-куплет. Вот спел мы в одной из наших передач, и народу настолько он понравился, что появился уже народный куплет. Второй куплет, это не мной написано, я очень завидую, а второй здорово написал. Потом я услышал уже в Нью-Йорке в исполнении Гриши Димонта, покойного, я услышал третий куплет. Ну, я решил уже, раз я вот эту песню начал, я решил её закончить в Нью-Йорке. И написал четвёртый куплет, который мало кто знает здесь, в Петербурге. И вот сейчас наш дорогой Лёня Лонжерон исполнит вам этот четвёртый куплет. И вот, а чё, зелись здесь, теперь в Нью-Йорке. На Байзен-Бич по водку он ходил. Курил самокрутку из Нью-Йорки. Из-за больного уазы он забыл. Она теперь его не беспокоит. Но одному терять ведь не с руки. Обстречу тут с кошёлкой тётя Хая. И если ей, ну тётя, помоги. С добрым утром тётя Хая. Ай-ей-ей. Вам посылка пища Харя. Ай-ей-ей. Автоссылки. Три китайца. Ой-ей-ей. Три китайца красят яйца. Ой-ей-ей. От подшilosки. Алло, утром тётя Хая. Одним Forgetting. Автоссылка пища Хай. Ай-ей-ей. Автоссылка. Три китайца. Ой-ей-ей. Три китайца красят яйца. Ой-ей-ей. Ступка пища Хая. Ай-ей-ей. 화�аня пища Хая. Ай-ей-ей. Спасибо вам за эти аплодисменты. Я чувствую, что я прожил жизнь не зря в этот фильм. Я вам хочу показать пару книг, к которым я имею отношение, поскольку одно из них я написал. Это называется «Песня на ребрах». И вторая книга об Аркадии Северном, Аркадий Северный, Советский Союз. Почему я ее показываю? Потому что вот это у нас есть, этот компакт этих 17 песен, которые я написал для Аркадии, и мне за них не стыдно. Один нашу курку не набили, а теперь он же мне лопается. Спасибо. У меня есть небольшой подарок для вас. Вы имеете возможность услышать мой фокус об Одессе. Я как бы завершаю свои... Может быть, не совсем завершаю, но еще что-то напишу об Одессе. Вот именно этот текст называется «Невдобняк». Этот текст называется «Невдобняк». Почему я его написал сегодня? Мне сегодня ночью вспомнилось это слово одесское, которое мне очень нравилось. Я бывал в Одессе несколько раз, и меня это слово очень увлекало. «Невдобняк». Теперь мы это превратим в песню, если у нас получится. Значит, «Невдобняк». Одесса – столица мира. А не новые мусики, не северная Пальмира, и не старые мусики. И вот, как Пальмира срединная, на Черном море уж есть, она здесь царица единая, хранит черноборскую честь. А почему неудобно одесситам не первым и быть? Давайте ж, друзья, подробно песни о ней говорить. «Невдобняк» поэтессе под пнями. «Невдобняк» в Одессе. Извините меня, может быть, с коколами. «Невдобняк», когда правит грузин. «Невдобняк», когда тянут корзины с золотым черноморским солнцем. Просто разные пашеконцы. А пусть в Одессе правят евреи. Будет лучше и как-то вернее. Там всегда было есть и будет. И об этом никто не забудет. Стать и вечность столицы мира. И звучать королевы эфира. Да все ниже поэзии лира. Просветать впереди солнца мира. Центр будет королевского эфира. Рудольф Хукс, продюсер Аркадия Северна и многих других знакомых нам исполнителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова